Дыхание йога Есть самое азы, с чего нужно начинать. Это полное дыхание йога. Как делается? Во-первых, нужно задействовать вес и объём лёгких. Поэтому нужно делать вдох нижними краями лёгких. Для этого диафрагма опускается и выпячивается. Дыхание всегда через мозг идёт. Вдох делаем нижними. Следующее – расширяем ребрами середину лёгких. И под конец распрямляем плечи, лопатки приподнимаем, чтобы верхний край лёгких, все альвеолы там, чтобы разлиплись, расширились и заполнились воздухом. При этом прана идёт через два канала. Это инда и бенгала. То есть как плюс и минус. Эти два канала идут через центр мозга. Проходят, опускаются к шейным позвонкам. И вдоль остистых отростков вот эти два канала идут вниз. Таким образом они доходят до копчика. Через крестец проходят и соединяются на кончике копчика. Вот это всё вдох. Это нужно представить, как насос работает. Воздух мы раз туда опустили. А потом, когда вниз идёт – это выдох. И тогда воздух идёт уже по шлангу насоса. Это шланг – это наш позвоночник. И поднимается эта прана вверх по позвоночнику. Опять же через центр мозга. И по переднему каналу уже спускается на верхнее небо. Язык – это как выключатель. Если мы касаемся языков верхнего неба, эта энергия начинает стекать вниз. В основном энергию загоняют в хару. Хара – это багаж этой энергии, как аккумулятор. То есть если по часовой стрелке закрутить, то там накапливается сила вся в харе. По мере надобности эта энергия распределяется по всему телу. Вот где потребность есть, что мы задействовали. Руки, значит, в руки идёт, в ноги, в ноги. На живот, на живот, лёгкие, сердце, голова – всё требует праны. И вот сколько нужно – это как банк. И финансовые потоки все эти автоматически распределяются по мере нужды. Вот это как бы полное дыхание йогов. Это сначала как бы нужно представить образ просто. Если мы будем продолжать дышать, то мы прямо эти потоки прочувствуем. Как это реально будет двигаться. То есть если правильно ритм поймать этому дыханию, начнёт тело разогреваться. Здесь главное не переоборщить. То есть делать кумхаку, то есть задержку дыхания по мере необходимости. То есть для чего это делается? Мы можем выйти на уровень гипервентиляции лёгких. То есть что это такое? Когда мы начинаем глубоко очень дышать. Вот попробуйте так подышать. Через несколько минут в обморок упадёте. Почему? Потому что в мозг будет поступать кислород. Кислородное голодание, человек теряет сознание. Чтобы перестал этим безобразием заниматься, отключается просто. А почему? Мы же вроде бы много воздуха закачиваем в лёгких. Так же? Почему человек падает в обморок от недостатка кислорода? Здесь секрет очень простой. Кислород может увязаться с гемоглобином крови, то есть красными кровяными тельцами, только при наличии углекислого газа. Если углекислого газа в лёгких нет, там, в крови, то кислорода много, а он организмом не усваивается. Это биохимические процессы такие. И если мы глубоко дышим, мы углекислый газ, который появляется в процессе жизнедеятельности, весь изгоняем из лёгких, то есть это называется гипервентиляция. У углекислого газа нет, кислороду валом, а с кровью он увязаться не может. Поэтому, если вы глубоко дышите и чувствуете, вам не хватает кислорода, значит у вас понизился уровень углекислого газа. Для этого делается задержка дыхания, или на вдохе, или на выдохе, просто перестали дышать. Когда углекислого газа достаточно накопилось, достаточно чуть-чуть только вдохнуть, и сразу он будет увязан, кислород, и попадёт сразу в кровь и в мозг. Поэтому каждый индивидуально должен дышать. Каждый свой ритм выбирает. Обычно это на уровень сердца. То есть если опытным путём мы можем сказать, вот столько-то ударов в сердце, для меня должен быть вдох. Вот столько-то ударов в сердце, у меня должен быть выдох. Тогда мне не нужно будет кумхаку делать. Некоторые полгода вдох делают, полгода выдох делают. То есть это у всех индивидуально. То есть в спокойном состоянии у нас один ритм будет. Когда мы будем идти, это другой ритм будет. Так же? Когда в гору полезем, будет третий ритм. Так же? Если будем трудиться, бежать, у каждого свой ритм. Поэтому мы всё время пранаямой занимаемся. И нужно улавливать этот ритм. Чтобы не было гипервентиляции халёких. Но циркулировала эта энергия постоянно. Мы постоянно дышим. Только бессознательно этот процесс происходит. Но наша задача стать богами и управлять всем этим. Вот это начало первых шагов пранаями. А потом уже с помощью пранаямы мы делаем всё. Это распределяется поток именно туда, куда необходимо нам. Куда направлена сила. Этим органам мы будем успешно действовать. То есть можно его не в хару направлять, этот поток энергии куда угодно. Нужно зрение улучшить. Подышал через глаза. Ни харой. Не опускать. Вдох, выдох через глаз. Вдох, выдох. Насытилась праной. Глазное яблоко в правильную форму приняло. И зрение исправилось. Мы заплатили таким образом своим подданным, которые, клетки глаза, зарплату. Выплатили сверхурочное. За должность выплатили. И они говорят, вот всё, теперь будем работать. А так они забастовку поднимают. Любой орган там, который был у нас даже повреждён. Порезали, смыли ещё что-то там. Мы говорим, о, это нужно, значит, сверхурочно им заплатить. Это не ожидали с обтратой энергии. И начинаем дышать в это место. Начинаем дышать. Всё, там раны зарастают, кости там срастаются и так далее. Сначала это умозрительное, конечно, представление, как это должно быть. Но мы должны знать каналы меридианы, как у нас находятся, чтобы это представить ярко. Когда мы ярко представляем, начинаем дышать, мы потом начинаем ясно это всё чувствовать. Вот, например, видели свечение вокруг пальцев, да? А можешь его усилить. Так же? Можешь с выдохом выдохнуть через пальцы. И мы сразу увидим, о-о-о-о, начали свечение усиливаться. Так же? Рана появилась, а нужно зарастить. Да, взяли пальчиком ещё мудро сделали. Палец, солнышко усилили. И там такой луч такой, раз-раз-раз-раз, и заварили это всё. Ногой ударили, чёрный стал, его попронировали. Через 15 минут он опять розовенький там. Это был чёрный, должен был срез. А вы заплатили, и всё, восстановилось.